Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о таком дереве как осина. Что мы знаем об осине, что есть поговорка дрожать как осиновый лист и еще колышком из осины можно одолеть любого вампира или другую прочую нечисть но многие не знают даже как она выглядит осина и осина. Так что дорогие друзья мы обязательно посмотрим на нее узнаем почему дрожит и почему осина является прекрасным оружием самообороны против всякой нечисти. Так ли это и еще много интересного нам предстоит узнать здесь и прямо сейчас поехали осина она же осина обыкновенная или осина евросибирская или тополь дрожащий вид лиственных деревьев из рода тополь семейства ивовые осина широко распространена в районах с умеренным и холодным климатом европы и азии в россии странах снг растет повсеместно но все-таки излюбленным местом произрастания считается лесная и лесостепная зона берега водоемов болота и овраги дерево не очень привередливо к выбору почвы попав в любой грунт осина со временем расползется в разные стороны где и образуется молодой осинник а какие деревья растут в осиннике это могут быть сосны ели или березы можно встретить одну или несколько осин и среди березовой рощи вольховники и рядом с дубами в степи расти труднее и осин опускает корневые побеги до 40 метров в разные стороны от материнского дерева через несколько лет такого захвата в степи образуется осиновая колка которая за несколько десятков лет займет много гектаров и по этой причине в некоторых древесных питомников с осиной приходится бороться она вытесняет дубы и другие медленно растущие виды корчевать ненужные осинники надо будет долго и упорно потому что растение расползается на большое расстояние во многих случаях однако осиновыми насаждениями улучшают состояние почвы так как они насыщают ее полезными веществами отмечается также и разрыхление а если не дай бог пожар это беда но не для осины осинники очень быстро восстанавливаются благодаря глубоко расположенной корневой системе и в лесу осина в основном размножается корневыми отпрысками от взрослого дерева отходит довольно толстый корень он располагается горизонтально далеко уходит от дерева на нем на некотором расстоянии друг от друга и вырастают молодые осинки и трудно догадаться что они дети одного дерева осина дерево красивая ствол у нее зеленовато-серый у взрослого дерева листья округлые а вот у молодых осинок они очень похожи на листья тополя и деревце можно легко спутать и с топольком цветет осина с сережками причем бывает мужские и женские растения сережки мужского пола крупные и длинные серебристые с красным основанием а женские зеленые немного меньше мужских период цветения начинается до распускания листьев с марта по май после опыления образуется плод семенная коробочка до одного сантиметра в размере семена находится внутри на волокнистых пуховках которые разносятся ветром но особенно хороши осенние листья они бывают самых разных расцветок и желтые и багряные и красные и оранжевые поздней осенью украшают лес и молодые осинники их гладкие зеленоватые стволы вместе с белоствольными березками вносят в сумрачный лес оживление дрожат от ветра деревья раскачиваются скрипят стонут вздрагивают листьями а больше всех дрожат осины их листья прямо-таки сотрясаются даже казалось бы в безветренную погоду и кажется иногда что осине постоянно холодно стоит лишь подуть небольшому ветерку так почему же дрожат осины черешок которому прикреплена листовая пластинка длинный и тонкий и форма у него не как у других цилиндрическая а плоская сплюснутая с боков вот ветер и может как ему хочется крутить лист вправо и влево и дрожит он поэтому но листья листьями есть у осины еще одна особенность поздней осенью когда у всех деревьев листопад подходит к своему завершению у нее начинается ветвепад или веткопад кому как удобнее если остальные деревья в эту пору сбрасывают листья то осина сбрасывает еще и ветки тонкие веточки разной длины словно листья падают на землю в основной массе это небольшие острые ветки разной длины с которых недавно опала листва и они еще живы если их сломать обнажится зеленый стебель вместе с зачатками почечками несозревших листочков будущей весной эта веточка нормально расслабы и выпускала молодую листву ее не сломал ветер она сама отделилась от дерева как пожелтевший лист чтобы разобраться в том что случилось нужно обратить внимание на место в котором ветвь сломалась слом будет на удивление круглый и аккуратный оказалось что ветка не была сломана она отделилась от осины сама по себе и в нужном месте это было сделано намеренно для избавления от излишков а может осина старается помочь лесным жителям прокормиться зимой осину очень любят сахаты это другое название лося о котором мы поговорим в следующем видео качестве корма она очень нравится товарищем бобрам милым пушистым замкостроителем и зайцам из птиц не прочь поклевать осину дятел ведь она часто становится прибежищем для полчищ насекомых жучков а все из-за своей склонности гниению дерево редко доживает до 100 лет у осины есть весьма неудачная склонность портится в ее стволе уже в раннем возрасте поселяется гниль чем старше дерево тем больше вероятность того что внутри оно полностью пустое когда дуют сильные ветры можно увидеть в посадках много поваленных деревьев среди них будет много осин а взрослые деревья в середине почти все гнилые и ветер легко ломает их и вроде бы недостаток и обидно что так мало живет дерево но для природы это находка тот же дятел охотно устраивает в осине свое гнездо причем живут они в таком жилье всего один год на следующий переезжают в новое а для старых квартир дятлов всегда найдутся новые жильцы их занимают другие жители леса синицы скворцы мухоловки удоды да и совы куда же без них пчелы тоже любят осину она щедро дарит им достаточное количество своей пыльцы и древесного клея который перерабатывают в прополис а в современном мире осиновая древесина широко используется в промышленных целях из стволов изготавливают мебель фанеру строительные материалы мелкие атрибуты быта кухонные девайсы и аксессуары бочонки разделочные доски скалки подставки под горячее и прочее декоративные изделия спички и целлюлозу хотя мы уже знаем что осина имеет не очень качественную древесину по мере ее роста но ученые селекционеры заняты в основном выведением таких сортов дерева которые будут иметь более высокие качества древесины так примеру выведена так называемая триплоидная разновидность дерева визуально она ничем не отличается от осины обыкновенной а вот качество древесины более высокая что позволяет используют ее в мебельной и лесопильной промышленности так а что там с обратной стороны осины и мы плавно переходим к рубрике тайны загадки расследования и гипотезы да дорогие зрители осина не береза и не дуб не песен на ней ни стихов ни поговорок приятных а все какие-то грустные или совсем обидные другим деревьям подсчет забота любовь кому за красоту кому за деловые или иные достоинства осину же никто не похвалит возле крылечка ее не посадят и о безвременной гибели сожалеть не будет у людей сложилось очень много предубеждений и суеверий по одной из христианских легенд когда богоматерь спряталась с младенцем иисусом от преследователей под деревьями те замолкали чтобы не выдать ненароком христа стражи царя ирода одна лишь осина продолжала шелестеть за что и была проклята по другим легендам осина оказалась проклятой за то что позволила повеситься на себе иуде искариоту предавший христа мучимый раскаянием и пытался он найти дерево которое согласится принять его накинул иудушка веревку на березу но та смертельно побледнела затем он подошел груши но она ощетинилась колючками лишь осина пожалела его за что и была проклята богом но это легенды и по сути делаю вывод что осина считалась живым организмом да и что она делала в тех краях непонятно климат для нее не совсем подходящий а между тем дерево это светлое совершенств у нее немало и загадки своей тоже есть всем известно что самые эффективные средства против упырей прочей нечисти святая вода чеснок и конечно же осиновый кол и по поводу последнего предмета возникает вполне резонный вопрос почему именно осиновый кол обладает столь мощным магическим эффектом чем плохо скажем кол из ореха или березы по верованиям наших далеких пращуров осина служила для у неупокоенных душ надежным проводником в иной мир вбивая в грудь мертвеца осиновый кол или же кладя в гроб осиновый крестик его навечно отправляли в загробную жизнь покойник награжденный таким билетом в один конец никогда уже не мог вернуться в мир людей и вредить им вообще осина издавна пользуется мягко говоря не очень доброй славой у многих народов у славян дерево считалось проклятом и широко использовалась колдовских обрядах и черной магии предания дошедшие до нас из глубокой древности повествуют о том как подземный бог велес спасаясь от преследований могущественного перуна обернулся змеем и укрылся ветвях осины этим объясняли почему молнии перуновы стрелы так часто метят именно в осину во время разыгравшейся грозы а листья непрерывно дрожат от страха опасаясь гнева светлых богов осину не сажали вблизи жилья не строили из нее домов старались подолгу не бродить в осинниках чтобы не стать жертвой проделок лешего считалось случайно заснув под осиной можно совершить путешествие в мир духов верили что в осинниках обитают черти поэтому отдых в тени дерева мог закончиться весьма плачевно однако без помощи проклятого дерева не мог обойтись ни один чародей например чтобы обернуться волком или другим животным человек должен был перекувыркнуться пять раз через осиновый пень не знаю как волком а обернуться без хорошей спортивной подготовки в инвалида можно было намного проще и кто был менее подготовлен из колдунов бросал путником в ветки под ноги тем самым сбивая из дороги а уж осиновый колышек незаметно вбитый под основание дома был способен забрать здоровье и силу всех домочадцев но люди бы не были людьми без своей безграничной фантазии и все что плохо может быть и хорошо как говорится клин клином вышибают в нашем случае осиновым колом именно им очерчивали круг дабы защититься от козни и лешего если приходилось заночевать в лесу палочками из осины брали предмет если считали его порченным осиновые прутики положенные в колыбель спасали новорожденного дурного глаза и страшных снов накануне купальской ночи и юрьево дня ветки осины втыкали в стены хлева ворот сарае для того чтобы помешать ведьмам воровать молоко какие у них были интересные ведьмы и если дома из осины встретить было практически невозможно то осиновые бревна в основании бани и банная утварь ковши корыток шайки использовались повсеместно согласно верованиям славян таким образом незримый хозяин бани или банник не мог привести в человеческое жилище гостей из другого мира свойство поглощать деревом любую энергию также широко применялось для лечения недугов осину просили принять болезнь с помощью наговоров на нее сводили многие хвори особенно лихорадки осиновая полена считалась универсальным средством от судорог стоило лишь приложить его больному месту нередко с деревом заключали своеобразный договор клялись не наносить ему никакого вреда в обмен на здоровье сказки сказками но доля правды во всем этом была и в прежние времена люди кто посмекались ти просто замечали что купавшим деревьям осины приходила разнообразное зверьё и кору обдирала начисто сама по себе кора горькая объяснение только одно она лечебная и потому полезно и только в наши дни ученые выяснили что кора осины содержит биологически активные вещества определяющие фармакологические свойства фенол гликозиды обуславливают противогельминтное действие дубильные вещества и органические кислоты эфирные масла и горечи придают желчегонное противовоспалительные бактерицидные и спазмолитические свойства отвар коры осины благоприятно действует на работу печени листья почки и внутренняя кора осины содержит различное количество популина и солицина эти химические вещества складываются в естественную форму нашего синтезированного аспирина вот почему кора осины в свое время и помогала от лихорадки а в народной медицине рецептов на основе листьев коры корня в общем всего дерево целиком великое множество и некоторые возможные помогут вылечить какую-нибудь болячку но все-таки дорогие друзья лучше обратиться к врачу ему виднее какая часть возможной осины поможет о той или иной хвори и в целом дерево осина прекрасное дерево и с эстетической и с практической стороны и животным помогает да и человек как всегда извлек пользы по максимуму и несмотря на такое противоречивое отношение к осине в разных культурах считалось что добрым людям осина не может навредить наоборот она изгоняет злых духов и служит защитой от нечисти и напоследок вам совет от леонида филатова съешь осиновой коры и взбодришься до поры чай не химия какая чай природные дары в ейной соки генерал есть полезный минерал от него из генералов ни один не умирал смотрим слушаем записываем подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению с вами был канал планета земля а 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 Продолжение следует...